Всем привет! А вы знаете, что ровно 50 лет назад компания Pulsar, которая по сути являлась одной конторой из компании Hamilton, выпустила интереснейшую модель, которая стала символом эпохи освоения космоса. Эти часы носили Джек Николсон, Джо Фрейзер, Элтон Джонки, Тричерс и другие политики-звезды. Модель была недорогая, но очень популярная и с трудом было их приобрести. В 2020 году Hamilton возрождает данную модель и возвращает на рынок Hamilton PCR. По сути, прародители часов, которые лежат в этой коробке, являлись первыми часами с подобной индикацией времени, а именно с цифровой индикацией времени. Что здесь в комплекте? Давайте посмотрим. Ну давай, 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 давай. Инструкция, гарантийная карта и интереснейшая книжка, которая нам рассказывает немного про историю данных часов. Hamilton Pulsar. Сейчас это уже две разных конторы, да и сами Hamilton не являются американской фирмой. Теперь эта компания входит в Swatch Group и является швейцарской фирмой. В основном производит механические часы. Давайте скорее посмотрим на эту модель. Вот они, красавцы. Убираем пленочку. Достаем часы. Первый вопрос, на который хочется ответить. Видно ли время без подсветки? Подсветка сейчас выключена. Смотрите, видно или нет. По-моему, никаких вопросов. Время видно. То есть я смотрю под любым углом в жизни. Даже вот так полностью. Все время читаемо. Экономия заряда, как говорится, налицо. Потому что если вы нажмете вот сюда, то часы станут светить поярче. Это хорошо видно на видео. В темноте, естественно, данные показания не видно. Но когда вы нажимаете на кнопочку, то сразу все становится видно. Здесь применяется два типа дисплея. В стандартном режиме это LCD, который немного потребляет энергии. И OLED-дисплей, когда вы нажимаете кнопочку. Стекло сапфировое. Выглядит классно. Сами часы стальные. Стальной такой кусок. Хороший, мощный, тяжелый кусок стали. Мне они очень понравились в этом плане. Матовая полировка. Задняя крышка с изображением спутника. Это отсыл к теме пульсара, к теме космоса. Водозащита 100 метров. То есть вполне можно плавать. И это очень приятно. Была бы здесь водозащита 30 метров, я бы сказал, ну, ребята, они никуда не годятся на самом деле. По браслету все хорошо, литой. Никаких вопросов не возникает совершенно. Единственное, лично мне не понравилась застежка. Это элегантная бабочка. Мне как-то к этим часам напрашивается что-то посерьезнее. Ну, честно. Элегантная бабочка на таких брутальных часах. Не знаю, что вы думаете об этом, пишите. Как вы видите, штифты, не винты. Обычные штифты. Размеры часов следующие. Диаметр 41 мм. Высота 35 мм. Толщина 13 мм. Вес 155 грамм. Ну, часы увесистые, да. Стальной и хороший такой кусок стали на руке. Действительно, они чувствуются. На корпусе надпись Hamilton. Также выполнена, как в ретро модели, Пульсар. Только теперь здесь пишется Hamilton. Водозащита 100 метров. Индикация времени. Есть подсветка. LCD и OLED дисплей. Больше про эти часы рассказать, в общем-то, нечего. Даты здесь нет. И ничего другого здесь нет. Знаете, это часы для тех, кто хочет немного окунуться в ретро. В эпоху освоения космоса. И хочет себе оригинальные, интересные цифровые часы. Очень мало сейчас чего-то приличного и элитного на рынке. Hamilton PCR призван исправить эту ситуацию. По поводу цен. 63 тысячи рублей официально в России. В Европе примерно 700 евро. Например, эта моделька привезла из Англии. 675 фунтов. То есть, также около 70 тысяч рублей. Разбирают. Склады пустые. В магазине запасов нет. Также вышла лимитка. Вместе с вот этой моделькой в желтом корпусе. 1970 экземпляров. Их уже давно не купить. На этом все. Заканчиваю. Всем спасибо. Будьте здоровы. Носите самые лучшие часы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok